Здравствуйте! Это актуальное интервью. Я Татьяна Черемкина. В студии профессор кафедры философии Северо-Восточного Федерального Университета Виктор Данилович Михайлов. Здравствуйте, Виктор Данилович. Известно, что на прошлой неделе стартовал очень такой интересный образовательный проект. Называется OpenLects. Эти лекции проходят в парке культуры и отдыха. Вы, как старейший лектор общества знания, провели первую лекцию на тему философии. Вы подробнее об этом расскажете. Это такая серия научно-публицистических встреч с населением, с жителями, с гостями столицы республики. Скажите, пожалуйста, кому принадлежала вообще эта идея и какая самая главная задача ставится? Начнем с названия проекта. Open называется. Вот это название журнала нашего научно-популярного, иллюстрированного, который пользуется огромным успехом у читателей, и наших, и российских, и даже зарубежных. Поэтому Open с английского переводится как открытый, открытая. Вот и, ну вот, 2010 года примерно, когда ректором пришла Евгения Александровна Михайлова, у нас университет название изменил, стал Северо-Восточным федеральным университетом, и средства массовой информации поменяли свой имидж, может быть, и свою направленность. И детище нового университета Open – это научно-публицистическое, научно-популярное издание, которое инициировал, ну тогда еще, студент Никита Аргылов. И потом, сейчас вот с этой осени он работает в университете и является начальником управления по средствам массовой информации, по Public Relations, и он инициировал этот проект. Давайте мы каждую неделю в летнее время на открытой площадке, парке, культуре отдыха проведем вот такие мероприятия. Это публичные открытые встречи со слушателями. Причем формат – это не только лекция, это может быть интерактивные мероприятия, может быть, это дискуссия, может быть, это презентация какого-то такого нового знания с использованием информационно-компьютерных технологий. Ну, разнообразная форма. Ну, мы считаем, что когда я вот разговаривал с инициаторами, то Яра Павлова, это редактор газеты «Наш университет», ну, раньше Якутский университет называлось «Газета», вы хорошо знаете, и теперь «Наш университет». Он стал две недели раз, толстушка почти, что в очень большом формате, очень информативная. Ну, и журнал, и газета имеют побочное название. Они рассчитаны на длительное чтение, на внимательное, вдумчивое чтение. Поэтому есть материалы действительно объемные, есть материалы, которые, как бы, и в какой-то степени навевают, и, может быть, и ностальгию у старшего поколения, и взгляд на перспективу. Ну, вот, давайте, как бы, перенесем вот эту линию поведения наших двух популярных изданий, газеты «Наш университет» и журнала «Опен» на широкую аудиторию. И для этого выбрали летнее время, летнюю библиотеку, которая на открытом воздухе. Ну, и первое мероприятие было с моим участием 3 июня. Ну, средство массовой информации, была определенная информация. Но почему начали с этой темы, ну, и пригласили меня в частности, да? Ну, я так подозреваю, что большинство работников и средств информации – это выпускники отделения журналистики и филологического факультета ЮГУ и СВФУ, которые в какой-то степени у меня учились, я у них преподавал, и они знают меня. И это первая причина. Вторая причина – всё-таки всякое дело начинается как бы за травочки, и какие-то глубинные основы должны быть здесь заложены. И я подумал таким образом, что действительно очень удачно выбрано название журнала «Опен» – «Открытость». Вот у нас открытости, откровенно говоря, не хватает. Мы очень долгое время жили в такой закрытом обществе. Ну, и сейчас симптомы в какой-то степени наблюдаются, что общество в какой-то степени закрывается по всем параметрам. Это, к сожалению, отражается. Вообще, молодёжь чутко реагирует на все изменения, да? И они не пример, допустим, с поколением 90-х годов, даже с поколением 70-х, 80-х годов, когда я карьеру педагога высшей школы начинал. Там люди были несколько открытые. Сейчас при всём при том закрытость наблюдается. Это меня настораживает. Что такое? Как-то вот открыто не высказывают свою позицию, не стремятся выработать своё мнение, свою позицию. Клещами можно вытащить какую-то такую информацию, чтобы он высказался по этому поводу. Редко встретишь. Но вы, наверное, этому объяснение всё-таки находите, вы философ. Есть, есть. Это, как бы, отражаются те процессы, которые происходят в нашем обществе, к сожалению. В силу объективных и субъективных причин. То, что наше общество в какой-то степени относительно изоляции оказалось, там санкции разные, всё это видит. И в какой-то степени есть вот опасность, опасность терроризма, опасность экстремизма, опасность того, что может быть, если всё это как-то не ограничивать, не контролировать. И средства массовой информации, как бы там, правовое поле очень сильно вводятся. И эти социальные сети пытаются ограничивать, контролировать. Всё это отражается, конечно, вот на молодёжь. Я вот объясняю это. Но, с другой стороны... А может быть, всё-таки, простите, что перебираю, а может быть, всё-таки хуже всего то, что молодёжь осознаёт, что от неё ничего не зависит. Есть такое тоже, что я могу сделать, что я могу изменить в этом мире. Вполне возможно. Осознание того, что от меня ничего не зависит. Ну, с другой стороны, открытость – это открытый человек, открытое общество, открытое ко всему новому, ко всему прогрессивному, ко всему тому, что происходит вокруг. Ну, сейчас страна стала выездной, как говорится, да, несмотря ни на что. Сейчас есть заграничные паспорта, начиная с дошкольного возраста. Сейчас отдыхают за рубежом очень многие. Контакты расширяются. И тем удивительнее, что они почему-то оттуда приезжают и более открытыми не становятся. Ну, и ещё один признак закрытости – это степень обучаемости. У нас снижается степень обучаемости. Степень обучаемости. Вот Китай. Культурный слой Китая, конечно, очень толстый. Очень такая культурная среда, почва, очень древняя. И чем они отличаются? Своей степенью обучаемости. Китайцы один раз увидели и тут же повторили. Уже в усовершенствованном виде. Один раз увидели, сразу начинают производить, воплощать идеи в дело, в реальность. У нас нет. У нас может быть и бюрократия. Это тоже бюрократия. Это один из проявлений закрытости. Как бы чего ни вышло. Согласование бесконечное. Есть такие припоны, которые не позволяют. И даже руки опускаются. Что когда человек борется, борется и никак не может добиться своего. Поэтому необходимо быть открытым. Открытым ко всему новому. Ко всем изменениям. Ко всем веяниям времени. Время очень скоротечно. И погоня, вызов времени является самым важным критерием для того, чтобы человек открывался. Виктор Данилович, давайте мы с вами вернемся к теме нашего разговора сегодняшнего. Это к проекту «Опен-лекции». Скажите, пожалуйста, а какие еще темы будут подниматься? Потому что, наверное, многие, слушая нас сейчас, уже заинтересованы в том, а что дальше будет? Какие темы будут обсуждаться? Кто эти лекторы? И по субботам это происходит? Да, по субботам 17 часов. И, насколько известно, до августа, до конца августа месяца только летний период. Месяц встречи изменить нельзя, как говорят. Но будут меняться темы, меняться люди, меняться формат, меняться общая тональность разговоров, в зависимости от аудитории, целевой, как говорят. И будут ориентироваться на ту аудиторию, которая собралась. Пытаются организаторы и регистрировать, и желающие как бы записываться. Тогда уже, да, да, предварительно. Тогда уже сейчас это социальные сети используются, везде. У нас есть хэштег с ВПУ, поэтому туда там заходят и записываются. Тогда уже лектор ориентируется, какая аудитория преобладающая, и будет формат и содержание регулировать в зависимости от этого. Мы решили не превращать это в системный курс. Заранее эти темы не будут объявлены, в принципе, по большому счету. Просто в зависимости от интересов будут там варьироваться. Самые различные темы. С другой стороны, мы популяризируем свой родной университет. Интеллектуальный потенциал показываем, открываемся. Да, сделать более открытым. С другой стороны, мы профориентацию проводим. Мы приглашаем молодых людей в основном, чтобы они познакомились поближе с университетом, с тем, чтобы они выбрали профессию, выбрали факультеты, специализации, и будут выступать практически вся палитра университетского образования будет представлена в этой открытой площадке. Действительно, это будет открытая площадка, где открыто будут излагать свои точки зрения. Так что, вот это время будет показывать, это регулировать. И организаторы обещают, что чутко будут реагировать на отзывы, на пожелания. И, насколько я знаю, что они будут обращаться с просьбой, подскажите тему следующей встречи, с кем хотели бы встретиться. Поэтому это все такой открытый разговор, открытый контакт, и все будет зависеть от того, как отреагируют слушатели. Ну, я рад, что... Ну, небольшое помещение, правда, да, это не стадион, это небольшая актовая аудитория, но, тем не менее, были... Я благодарю вас за это интервью. Еще раз напомню, что гостем в студии был профессор кафедры философии Северо-Восточного федерального университета Виктор Данилович Михайлов. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания.